Медиагруппа Авангард представляет У нас есть система виртуализации Они могут быть в крупных компаниях Не одной, а несколькими Это может быть KVM, это может быть Hyper-V Это может быть Vimware Это может быть еще что-то Не очень понятно, как это увязывать Потому что за безопасность как таковую Начинают отвечать разные люди, разные департаменты У них разные инструменты, как они это делают У сетевиков они вам аксесс-листы в лучшем случае напишут Или на меньших экранах правил накидают Перекрестятся, но на всякий случай Внизу правила пермита не и не напишут Разрешить все, чтобы ничего не сломать По дороге случайно и не получить люлей И скажут, с нашей стороны пули ушли Дальше, допустим, у нас есть виртуализированное приложение Парень, который управляет за Vimware Говорит, сейчас, ребята, я все сделаю Сейчас я через 30 экранов, через 10 своих консолей управления Продерусь, вот тут понастраиваю По дороге что-нибудь забуду, потеряю Потом через полчаса к нему подходишь Спрашиваешь, а где, собственно Расскажи, как ты это сделал Он нам говорит, а, собственно Я уже забыл Напомни мне, что надо сделать-то было Ну, если посмотреть, как делают инфраструктурщики Они пишут правила в списке контрол-листов В которых через некоторое время никто вообще ничего не понимает Трогать их страшно, потому что может отвалиться какой-нибудь боевой сервис Да, там, компиляция больших правил Это отдельный процесс, да, там, крупный сот Это десятки, иногда сотен, там, тысяч приложений Которые каким-то образом между собой взаимодействуют Далеко не всегда очевидным для безопасников способом Я думаю, в зале среди присутствующих есть куча народу Которые хоть раз отстреливали какое-нибудь боевое приложение Такое с большим простоем, да, там, которое в деньги выливалось А если есть мейнфреймы или тяжелые системы, да, там, в банках у большинства Такие системы есть, mission critical их сейчас называют Или business critical Там вообще отдельная история Подойти там к мейнфреймщикам, попросить их что-то сделать с точки зрения безопасности Они на тебя посмотрят как на идиота И будут, в принципе, правы, да, там, они ничего у себя крутить не хотят и не будут У них, там, зачастую 14 секунд простоя в год Идите вы нафиг со своей безопасностью, да, там, какие-то аксесс-листы я еще тут буду накручивать Потому что они-то за это отвечают, да, там И вот эти вот ребята, которые пришли аксесс-листы просить крутить Ну, выглядит странно в их глазах С виртуальщиками там все понятно, да, там куча систем виртуализации У каждой свои системы управления Есть какие-то оркестраторы, которые позволяют там худо-бедно делать какие-то сквозные политики Но далеко не всегда это выглядит, ну, понятно безопасникам Да, то есть с точки зрения безопасников это там не все наглядно Если же вещь идет о контейнерах Тут вообще у традиционных безопасников, если они не пришли из мира разработки, сносят крышу Да, там приходишь общаться с людьми, которые управляют контейнерами Говоришь, сделай, пожалуйста, чтобы вот эти контейнеры друг с другом там не могли общаться Или могли общаться Он говорит, окей, сейчас я, говорит, под селектор поправлю, там сейнаечку зальем Так, говорит, ты на нее смотришь, как баран на новую вороту Вообще не понимаешь, на каком языке с тобой разговаривает Что он делать будет, да, там, и во что это выльется Как со всем этим жить? Ну, и традиционно, да, там моя любимая картинка Инфобес называется и новые технологии, да, там Люди рубятся в атаке, да, там им некогда посмотреть вокруг, поднять голову А на самом деле есть много инструментов, которые позволяют сэкономить кучу времени Вот коллеги расскажут про опенсорсный, про свой опыт, как они это делают Я расскажу про решение именно от нас, от Cisco, более тяжелое Ну и со всей этой картиной плохие парни, они развлекаются на полную, да, там Смотрят на весь этот цирк и ржут банально, да, там, как Ну, потому что нет никакого взаимодействия между этими департаментами Зачастую А в мутной воде очень удобно, собственно, делать свои дела, да, там, что-то делать Как я уже сказал, есть два мира, по сути, когда мы говорим о защите приложений Есть мир приложений, да, там, который вот живет по своим законам, то, что коллеги рассказали И есть мир инфраструктурной защиты этих приложений То есть, по сути, защиты того, на чем эти приложения работают Ну, потому что они же не в воздухе живут Вы их на чем-то запускаете, там, либо на серверах, либо в виде микросервисных каких-то приложений Там, контейнеров в облаке и так далее Вот это все, конгломераты, есть то, чем мы защищаем Возникает много вопросов, да, там, приложения постоянно меняются И мы зачастую вообще не знаем, как эти приложения устроены Ну, потому что люди, которые занимаются приложениями, нам об этом часто не говорят Да, они и сами зачастую не очень хорошо себя представляют Потому что у них тоже есть кусочное знание И довольно редко бывают люди, которые имеют полное представление о том, как устроены сложные приложения целиком Вы сейчас поймете, почему Потом, недостаток видимости и контроля Тут все понятно Много департаментов, много людей, которые за это отвечают Точек контроля много Как их согласовывать между собой, не очень понятно зачастую Нужно четко выстроенные процессы иметь для того, чтобы этим управлять А это тоже, ну, не за один год делается зачастую Сейчас идет тенденция, что если раньше инфраструктура определяла приложение То сейчас происходит наоборот Приложение начинает влиять на то, как должна быть устроена микроструктура Приложения должны быть гидкими Часто мне даются, вот коллеги из Тинькова говорили, что они, например, делают три выкатки версии приложения в сутки Да, там, инфраструктура должна, строго говоря, этому соответствовать Нельзя традиционной инфраструктуре обеспечить нормальный процесс выкатки в таких условиях То есть инфраструктура должна быть готова к этому Ну и не нужно забывать, что безопасников всегда сильно меньше, чем людей, которые, собственно, занимаются написанием приложений Там обычное соотношение на сто программистов один безопасник, да, там И банально тебя побьют, если ты там придешь им свои права навязывать, да, там Ну, их слишком много, поэтому нужно как-то договариваться с ними Все это еще накладывается на новую концепцию так называемых микросервисов Это то, что очень нравится бизнесу, потому что у него есть очевидные преимущества Технология позволяет разделять традиционные монолитные приложения на маленькие куски И каждый из кусков выполняет свою строго определенную функцию Соответственно, ты эту функцию можешь масштабировать как тебе угодно, обеспечить ее отказоустойчивость Писать свои функции безопасности, если уж на то пошло И если сравнить типичные монолитные приложения Ну, я думаю, банковским безопасникам приложения на веб-сфере знакомы, да, там Эти монструозные создания, да, там, которые тянут за собой кучу всяких сервлетов, кучу окружения При этом, если тебе нужно это масштабировать, ты не можешь взять какой-то кусок и просто его отмасштабировать Тебе надо тянуть за собой все вот это вот окружение, перетаскивать куда-то дальше Горизонтальное масштабирование очень плохое, обычно есть только вертикальное Давайте купим более мощный сервер, называется Возникает скономерный вопрос, окей, мы уперлись в сервер, нет больше серверов более мощных, что делать? Да, то есть надо либо переписывать приложение, то есть, ну, рефакторинг делать Это далеко совсем не простая ситуация, да, там, тем более на живом банке экспериментировать обычно нет желающим Вот, есть примеры современных приложений То, что сейчас делают современные финансовые организации То есть пишутся микросервисы, каждое маленькое приложение делает какую-то строго определенную задачу Не знаю, там, обеспечивает сервис, например, корзины покупателя, да, там, или управление счетом При этом каждый компонент может масштабироваться независимо, в него могут независимо добавляться функции и так далее В чем сложность возникает во всей этой конструкции? Микросервисы, как правило, общаются между собой с помощью программных вызовов, то есть API Эти вызовы могут выглядеть совершенно неочевидным образом для внешнего наблюдателя, для безопасника Потому что один и тот же микросервис может использовать разные вызовы в разных нотациях В зависимости от того, куда он обращается Микросервисы могут сосуществовать на одном и том же API-дресе, например, если они работают в контейнерах У нас один API-дресе, на нем, допустим, десяток контейнеров Эти API-и выглядят, ну, так, что написать правило на межсервисовом экране становится совершенно нетривиальной задачей То, что, ну, сложно отличить одно от другого Как с этим бороться? Ну, бороться с этим, на первый взгляд, кажется сложновато, да Там, когда видишь микросервисную архитектуру крупных организаций, да, там, типа Нетфликса, Амазона Это тысячи или десятки тысяч сервисов, которые работают по совершенно непонятному, на первый взгляд, между собой принципу И возникает вопрос, как с этим жить? Как это работает вообще? Как это устроено? Есть контейнеры, да, чем отличие основное от виртуальной машины, контейнера? Ну, базовый совсем экскурс Если виртуалка тянет за собой уровень абстракции, начиная с железа То контейнер тянет уровень абстракции, начиная с библиотек хоста То есть мы, по сути, идем с уровня абстракции операционной системы до уровня абстракции конкретного приложения То есть мы берем приложение с его окружением, необходимым для работы, называем это контейнером И можем его запускать, реплицировать и так далее Собственно, микросервисная архитектура, это вот как раз про наборы таких приложений Они могут быть либо виртуализированными приложениями, контейнерами и так далее Которые каким-то образом взаимодействуют между собой Соответственно, контейнер — это абстракция некоего процесса Нам это дает независимость от платформы То есть один и тот же контейнер мы можем легко выкинуть в облако Либо заработать, чтобы он работал у нас в СОДе Соответственно, мы можем быстро внедрять сервисы Возникает вопрос Как это сделать так, чтобы и волки были сыты, и овцы целы И безопасность приложения обеспечить и делать те самые присловутые три выкатки в день Чтобы бизнес был счастлив Во-первых, в контейнерах есть несколько механизмов, которые встроены по умолчанию Потом есть концепции, которые говорят, что делать, когда мы обеспечиваем безопасность Так называемую внутри ворклоуда Ворклоуд — это, собственно, наша боевая нагрузка Либо что мы делаем, когда мы обеспечиваем безопасность, когда мы обращаемся к этой нагрузке Соответственно, внутри мы смотрим, чтобы у нас было замкнутое окружение, ожидаемое нами Чтобы не было уязвимостей в библиотеках и прочее Традиционные методы Снаружи те самые традиционные методы Мы смотрим, чтобы против нас не использовали традиционные приемы злоумышленников Такие, как известные эксплойты и прочее Можно ли этот процесс автоматизировать? Контейнеров много, вручную, мягко говоря, заколебешься все это делать Там их могут быть тысячи, десятки тысяч Можно Собственно, вся идея контейнеров — это вопрос об автоматизации Это куча API, которые могут любые рутинные операции позволить тебе автоматизировать тем или иным способом Как это делается? Есть Kubernetes Обычно Kubernetes — это название продукта Технология тоже, по сути, управление контейнерами называется Kubernetes Но реализаций их может быть несколько Как управлять большим количеством контейнеров? Есть централизованная система управления Это может быть традиционный Kubernetes, это может быть Swarm, это может быть Marathon, он же Mezos Это могут быть имплементации API Kubernetes в публичных облаках В Амазоне, в Гугле, у Microsoft или у Red Hat Которые позволяют, используя те же самые API, они стандартизированные Делать абсолютно те же самые действия Вам без разницы, где конкретный контейнер запущен при этом Он находится в публичном облаке или у вас в частном У вас появляется та самая эластичность, когда вы, если вам не хватает нагрузки в CODE, вы можете вынести, например, часть сервисов в публичное облако или в гибридное облако или в частное облако и так далее Если говорить про модель угроз, то модель угроз у нас в принципе очень похожа на традиционную модель угроз для обычных приложений, если мы говорим про контейнеры Это все тот же самый неавторизованный доступ, это все то же самое встраивание человека посередине в коммуникации, это перехват каналов управления, это неавторизованное раскрытие информации из-за ошибок конфигурирования, либо из-за действий злоумышленника и так далее Как мы это делаем, как мы защищаемся в данных обстоятельствах, что ЦИСК предлагает? У нас есть концепт, который говорит о том, что прежде чем что-то начать защищать, мы должны это обнаружить, то есть иметь представление о том, что мы имеем в плане области защиты Это визибилити или прозрачность процессов, которые у нас есть с точки зрения приложений Потом, мы говорим, для того, чтобы обеспечить безопасное взаимодействие, есть правило так называемое zero trust, когда мы говорим, что это нулевая толерантность, нулевой принцип доверия Если мы знаем, что приложение у нас устроено вот так, это означает, что приложение работает в одиночку Если мы знаем, что оно должно с кем-то общаться, это значит, что мы явно должны прописать, с кем оно общается, причем с двух сторон оба приложения должны иметь разрешение на общение с друг другом Соответственно, мы постоянно проверяем в концепции zero trust, что у приложения есть все необходимые полномочия для того, чтобы работать, потому что они динамически могут поменяться Например, мы поменяли версию приложения и нам нужно изменить после этого политику, да, версия сменилась, мы должны сделать проверку Или мы обнаружили, например, уязвимые какие-то библиотеки Соответственно, мы видим, что у нас есть уязвимые библиотеки в приложении, мы можем опять-таки динамически поменять политику Например, сделать ее более жесткой, да, там ограничить какие-то вещи Ну и традиционная технология защиты от угроз, да, то есть это защита от уязвимостей, это обнаружение этих самых уязвимостей и так далее Есть несколько решений, я чуть подробнее остановлюсь только на одном из них Есть решение Stolz.Cloud, которое позволяет посмотреть, что у нас вообще происходит в гибридной среде То есть это ЦОД плюс облако, плюс частное облако, либо публичное облако Очень частая проблема, когда микросервис является растянутым, да, у нас есть части, которые работают в локальном ЦОДе Части, которые работают, например, в арендованном ЦОДе, который является приватным для нас Есть какие-то части, там, вынесенные в публичный ЦОД Вопрос, как посмотреть, собственно, как это работает, посмотреть, нет ли там каких-то проблем Это как раз задача Stolz.Cloud хорошо решает Есть возможность использовать сервисы дуо, мультифакторной аутентификации, многофакторной И интегрировать их, например, в веб-мороду приложений, если мы хотим обеспечить сквозную аутентификацию пользователей Непосредственно используя многофакторные техники Мы можем использовать традиционные межсервисы экраны, благо они позволяют по API точно так же общаться с инфраструктурой Сама по себе инфраструктура ЦОДа, если она построена на решениях Cisco, например, таких как Cisco ECI Позволяет делать микросегментацию приложений и соотносить информацию о том, где какие контейнеры живут И утягивать вот эту сегментацию уже непосредственно на уровень железа То есть мы можем опускать политики не только с уровня приложений, но можем их компилировать в железо И она будет мигрировать вслед за миграцией приложений Например, контейнер куда-то переехал или виртуалка, нагрузка И, собственно, тетрейшн, который может сделать следующие вещи Тетрейшн решение – это решение Big Data В которое мы берем телеметрию Причем телеметрия собирается в реальном времени, анализируется в реальном времени Дальше происходит магия То, что я очень люблю, это то, что любят безопасники Нажал кнопку и все сделано автомагически Система видит, что в телеметрии у нас есть какие-то объекты Эти объекты мы можем идентифицировать по куче параметров Которые мы можем взять как из телеметрии Ну, из сетевой телеметрии, там из NetFlow Либо логов систем Или мы можем взять их от внешних систем Таких, как система управления контейнерами Такие, как системы управления, например, балансировщиками нагрузки И так далее И мы можем на основе этих параметров Начать делать, так называемое Ансоперевать машинное обучение Обучение без учителя То есть система смотрит Какие есть схожие параметры у объектов Которые она обнаружила И начинает делать их кластеризацию И система говорит Окей, у нас есть группа приложений Которые по очень большому количеству признаков Или нескольким признакам Схожи между друг другом Это означает, что они, по сути, скорее всего Выполняют одну и ту же функцию И она говорит человеку Вот смотри, вот эта вот система Похожа, что она делает вот это Человек говорит Окей, это да Я вижу, это похоже на сервер баз данных Система это делает автоматически Без участия человека Дальше происходит следующая магия Система может предложить Какие политики сегментации На этом можно натянуть Она говорит нам Пока Может это реализировать Может нам показать Она говорит Смотри, у тебя вот эти вот приложения Они друг с другом взаимодействуют вот так Я предлагаю сделать вот такую политику Инфорсмента То есть применение политики безопасности Ты говоришь Нет, подожди Мне вот это не устраивает Давай мы вот здесь разрешим А вот здесь запретим Ты это правишь И не накатывая это на боевую сеть Ты можешь сделать так называемый Вот иф анализ То есть что если То есть система моделирует Что произойдет Если мы накатим эту политику На наше окружение То есть мы можем Не накатывая политику Посмотреть Как поведут себя приложения То есть что отвалится Где перестанут работать Какие-то коммуникации И так далее Помимо того, что мы можем Делать симуляцию этих политик И собственно их внедрение Мы можем, например Делать исторический поиск Или поиск По каким-то конкретным потокам данных У нас возникает задача К примеру Не приведи бог, конечно Возникла какая-то утечка данных Мы примерно предполагаем Как она могла случиться К примеру Если кто-то продает базу данных Понятное дело Что они ее откуда-то взяли Они ее взяли Из определенного места Давайте посмотрим Кто к этому месту Вообще имел доступ И по объемам Понятно примерно Сколько может весить Эта информация Давайте найдем Делаем запрос Говорим Ого Видим Например 5-6 человек В заданном временном промежутке Имели туда доступ У нас уже есть лица С которыми дальше Можно работать В рамках оперативно-рыскных мероприятий Или другими доступными нам способами Законными Потом Система может помогать Делать аудиты комплайенс То есть мы можем Помогать Нашим прикладникам И нашим исковикам Проходить какие-то Комплайенс процедуры Например Какие-то аудиты Те же аудиты Банка России Аудиты PCI DSS Мы в любой момент времени Всегда можем получить Точную Непротиворечимую Информацию О наших приложениях Ну и не в последнюю очередь Эта возможность Система не является Вещью замкнутой в себе У нее есть возможность Из нее забирать информацию Либо в нее подавать информацию Например В бигдаторе решения банка Например Можно через кавку Просто отдавать события Во внешний мир Либо забирать из внешнего мира И обогащать информацию Как во внешних системах Так и внутри Вот в принципе у меня все Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok